Около 200 мл молока наливаем в любой сосуд и ставим на огонь греться. Нагреваем, не доводя до кипения. Когда молоко достаточно хорошо нагрелось и вам кажется, что он вот-вот скипит, но еще не кипит, Наливаем около 100 мл айрана и выключаем огонь. При этом немного помешивая, ждем пока однородная масса молока станет неоднородной смесью творога и жидкости. Вот уже видно, как молоко начинает разделяться на творог и жидкости. Субтитры делал DimaTorzok Жидкость нам не нужна, ее мы потом отфильтруем. А вот эта творожистая масса и оказывает тот самый лечебный эффект. Субтитры делал DimaTorzok Берем эту творожистую массу и укладываем в салфановый пакет. Если, к примеру, предположить, что на ладони правой руки у нас есть рана, то мы после того, как творожистая масса остыла до температур, которых рука может вынести, мы к этой ране прикладываем творожистую массу и заматываем салфановым пакетом, а потом еще сверху можно замотать всем, что найдется под рукой. Бинтом или просто платочком. Главное, чтобы эта масса держалась на месте ранения. И оставляем это все на ночь. К утру уже снимаем и смотрим результаты. Обычно эта творожистая масса как насос, как под вакуумом вытягивает все, что есть в ране. Всю инфекцию, всю грязь, например, осколки стекла, гной или ржавчину от ржавого гвоздя и так далее. И другую грязь. Обычно все это вытягивается. И благодаря чистоте раны, рана заживает быстрее и лучше без нагноения, повышения температуры и так далее.